Чуваки, я скажу просто. Давайте просто возьмем и поставим лайк под этим роликом в честь нового 2020 года. И сделать это желательно за одну секунду. Кто справился, тот красавчик. Приятного просмотра. Всем привет, друзья, с вами Русис. Поздравляю всех с Новым Годом, а также огромное спасибо каждому из вас, кто был со мной на протяжении прошлого. На самом деле мы проделали много работы, появились новые рубрики, интересные составы и так далее. Поэтому я надеюсь и уверен, что следующий год будет еще круче. И обещаю вам, что будут появляться новые крутые рубрики, поэтому надеюсь, что вы будете оставаться и дальше со мной. Ну а сегодня, ребят, Новый Год мы с вами начинаем с рубрики Алиса собирает сборную Бразилии. Получится 100% чертовски крутой состав, потому что появились офигеть какие крутые карточки. Чуть ли не пол состава можно собрать с рейтингом 90, поэтому, ребят, я предлагаю им тянуть и просто погнали. Пока, ребят, мы подбираем максимально подходящую схему. Напишите в комментариях, есть ли у вас новогоднее настроение, есть ли у вас вообще снег на улице. Потому что лично у нас как бы просто лужа и на этом все. Слушайте, а давайте все-таки возьмем в этот раз схему 3-4-3. И, правда, я не уверен, в линию она нам нужна или же нет. Да, вот это вот реально супер топовая схема. У нас есть ЛВшники, есть ЛПшники, просто мы офигеть, как много крутых футболистов, поэтому погнали. Позиция, ребят, центрального нападающего. По сути, там должен был появиться игрок с рейтингом 89, Виллиан Хосе. Это был бы самый-самый топ, но, к сожалению, его еще на рынке нету, поэтому я даже не помню, какие там самые крутые варианты. Алиса, выбери число от 1 до 10. Выпало число 7. Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь бы интересненького. Кстати, Виллиан Хосе есть, но, правда, его обычная карточка элитная, поэтому это не особо круто. Пятый Габи Джарус, 86-й Виллиан Хосе и 7-й Сорес. Кстати, насколько я понял, это самый высокий рейтинговый футболист пока что, который доступен. И, слушайте, начинаем мы просто офигеть, как круто. Ну, и давайте, ребят, дальше переходить, собственно, к самым интересным позициям. И я думаю, что одна из таких это левый вингер, потому что, ну, как вы понимаете, там у нас должен быть Неймар, должны быть еще кое-какие интересные карточки. Число 4. На самом деле, я даже не особо помню, кто у нас там есть из левых вингеров, кроме Неймара, поэтому нажимаем поиски. Номер 4, это у нас кто? Это у нас Бернард 84. На самом деле, не самый плохой вариант. Здесь был также и Каутиньо, и Дэвидсон. То есть, игроков слишком много, чтобы поймать Неймара. Возможно, в плане рейтинга эта карточка не суперкрутая, но по стоимости, как бы полтора миллиона монет, это можно было купить, наверное, из очень легко Каутиньо 86-го и огромнейшее количество других футболистов, но пока что это Бернард. Чуваки, правый фланг атаки, то есть правый вингер, и, возможно, вы не в курсе, но там появилась такая карточка, как Дуглас Коста из Ювентуса с рейтингом 91, поэтому, естественно, вся надежда только на него, потому что до этого нам попадали не прям вот такие суперкрутые футболисты. Я без понятия, сколько этих карточек на рынке, но реально надеюсь, что это будет что-то годное. Пожалуйста, давай, 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 давай! Дуглас Коста! Вот это, чуваки, пушка! Здорово! Просто офигеть! На самом деле, мне кажется, что нам просто офигеть, как повезло по этой причине, что вот они были в самом-самом начале, потому что если... Ну, типа, да, здесь просто как бы Виллиан, Лукас Ваура, и на этом всё. 11 миллионов 300 тысяч монет за вот такую шикарнейшую карточку, и, ребят, первая мастер-карта в нашем составе. Просто, ну, реально здорово! Забираем и переходим, наконец-таки, к ППшникам, наверное, и ЛПшникам. Давайте, если-таки, начнём с левого фланга, потому что там не настолько всё офигеть, как насыщено, потому что если мы сейчас сразу продолжим с ПП, то это будет слишком сложно. Там настолько офигительные футболисты. Ребят, со всей этой суетой чуть не забыл вам напомнить о том, что если вдруг вам нужны реально монеты по достаточно низкому курсу и с максимальной надёжностью, то, наконец-таки, я могу посоветовать такого человека, который этим занимается. Это мой постоянный партнёр Алексей Рябов. Ссылку на него найдёте внизу в описании. Он мне помогал ещё в прошлом году. Он занимается также этим и в этой филке. Поэтому, чуваки, ссылка внизу. Переходите, покупайте. Ну, реально крутой чувак. Неплохо. Давайте нажимаем. Поиск. И по номерам 5 у нас будет кто? А вот этот молодой человек у нас быть не может, потому что это Дуглас Коста, которого мы с вами уже получили. Если там сейчас ничего не поменялось, то нам реально очень повезло. Да, ребят, это Филипп Андерсон. Здорово. Ещё его самая топовая карточка, при том, что можно было вытащить его вот такую. Это как бы совсем не то. Но взамен Дугласа Коста мы получаем офигеть, какого крутого футболиста. Даже более, ребят, вот это самый высокий рейтинг на этой позиции. 3,5 миллиона монет за эту карточку. Достаточно дорого, но другого выбора у нас нету. Слушайте, а давайте сделаем как бы вот такое себе разнообразие. Не продумажим сразу же справа у фланга полузащиты, а перейдём к центру поля. И вот реально интересно, что у нас там получится. Выбираем ЦАП, ЦП и ЦОП. И я вам скажу так, там появилась одна интереснейшая карточка с рейтингом 92. Я безумно надеюсь, что она нам сегодня выпадет. Два? Ну давай, Лиз, ты должна нас сегодня выручать, потому что праздник, все дела. Итак, номер 2. Кто это у нас будет? Это Филиппо Каутиньо с рейтингом 85. Блин, это по-настоящему круто, потому что рейтинг один из самых высоких. Вы заметили такую штуку, да? Что Филиппо Каутиньо и Андерсона рейтинг одинаковый, а этот чувак стоит в раз так 5 дешевле. Слушайте, ребята, давайте для последнего игрока в центр поля мы с вами выберем рейтинг 84. 84 плюс для того, чтобы у нас был хоть какой-то в теории шанс для получения мастер-карточки. Просто если мы поставим рейтинг 80, то в списке из 10 первых футболистов у нас его не будет. И даже из первых 20 тоже. Я думаю, что вам так же, как и мне, хочется, чтобы хотя бы какой-то был шанс на выпадение этого футболиста, поэтому, ребят, надеюсь, что нам реально повезет. Ну или хотя бы выпадет какой-то Фабиньо, это тоже неплохо. Выпало число 10. Просто офигеть! Десятый номер, чуваки! Давайте посмотрим, кто это у нас будет. Я надеюсь, что это будет реально что-то крутое, потому что игроков здесь офигеть как много. Посмотрите, и рейтинг минимальный пятки 84. Это реально интересно. Фабиня есть 86. Шестой! Это Габриэля. Пятки седьмой тоже. Восьмой! Маркинёш, ребята! Вот она та самая карточка, которую я офигеть как хочу к себе в состав. Но это номер восемь. Нам выпал десятый. Девятый! Также Габриэль. И десятый! Хо-хо-хо-хо! Маркинёш, тащи! А дальше? А дальше у нас тоже был Маркинёш. И еще раз! Блин, ну я уверен, ребят, что если бы мы с нами поставили рейтинг 80, то шансов у нас было бы не так уж много. Потому что вот первый футболист и, ну, типа, вот он где был первый Маркинёш. Блин, чуваки, это по-настоящему круто! У нас получается уже, по-моему, вторая мастер-карточка. Мы набираем второго как раз-таки центрального полузащитника, тратим 9 миллионов 200 тысяч монет и переходим к правому полузащитнику и там, на самом деле, есть тоже кое-что максимально крутое. Число 5. Слушай, ну давай. Нам, в принципе, уже повезло. Отчасти так неплохо, учитывая то, что это всё в огромнейшем смысле рандом. Поэтому, если выпадет даже кто-то левый, я буду не особо-то расстроен. Поэтому номер пятый это у нас... Ээээ... Гэ... Цена. Это если мы только что убрали цену до 9 миллионов, здесь только один вариант, походу, да, ребят? Это Родриго. Я, на самом деле, думаю, что здесь хотя бы какой-то другой футболист, но других игроков здесь вообще попросту нету. Блин, ну и ладно. Таким образом, у нас получается ещё более крутой состав. Как я понимаю, третья мастер-карточка. Это у нас, как бы, Коста, Маркиниш и также Родриго. К сожалению, у нас не было Неймара, но, в принципе, и так получается, ну, офигетька круто. Ну, а теперь, чуваки, мы с вами переходим к центральным защитникам и там должно получиться тоже интересно, потому что, как вы понимаете, Маркиниш на выпасть уже не может. Барабанной дроп и... 9. Ну, давай, нажимаем пояс и так, сток, 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 эрик какой-то, не помню его, Маркиниш нам не может выпасть. Ой, даже Тьяго Силова может. Итак, шестой, этот самый Эрик, седьмой тоже Эрик, восьмой Тьяго Силова и девятый Маркиниш. Поэтому берем следующего футболиста, который находится под номером 10. Это нет. И следующий, камон, кто это будет? Это, к сожалению, Эрик. Ну, я думаю, поняли, ребята, в центре поля мы с вами уже взяли Маркиниша, именно он нам выпал, поэтому, естественно, центр-бэком он также быть не может. Число 2. Короче, ребят, ситуация у нас следующая. Эрик у нас был, Маркиниш был, поэтому листаем до того футболиста, которого у нас еще не было. Итак, кто это у нас будет? Это у нас будет Тиаго Силва. Будем поступать таким образом, потому что, если мы будем постоянно спрашивать число у Алисы, она реально устанет нам отвечать. Это слишком долго. Девять. Седьмой это Эрик. Восьмой это какой-то вообще Рафаэль, впервые его вижу на самом деле. И девятый это, опять-таки, Эрик. Поэтому, чуваки, выбираем просто какого-то рандомного следующего игрока, который нам выпадет после вот этих всех, которых мы с вами получили. И так, дальше листаем. И, оу, Фернандиньо! Также был Миранда дальше. Ну, естественно, мы с вами берем Фернандиньо, потому что его мы с вами еще не вытаскивали. Выпало число пять. Если это будет еще Алисон Бекер, либо Эдерсон, это будет просто взрыв-бомба. И так, давай номер пяти. Это все-таки Алисон. Ребята, посмотрите. Первые четыре игрока это были вообще как бы левые футболисты. Дальше, правда, пятый, шестой, то, что нужно. И... То есть, мы очень круто с вами попали. И погнали смотреть, что у нас получилось. Добавляем последнего игрока. Это у нас Алисон. И рейтинг становится девяносто четыре. Да, в целом, конечно, состав офигеть какой крутой. Не хватает, наверное, только, на самом деле, Неймара и, возможно, новой карточки, которой пока что еще нету в продаже. Но, в целом, просто, ну, реально круто. Напишите, ребят, в комментариях, какой состав вы хотите увидеть в следующих видосах. Возможно, вы хотите, чтобы мы, наконец-таки, прокачали с вами состав сборной России до рейтинга сто. Я обещал, поэтому сейчас это зависит только от вашей поддержки. Если вы захотите, то мы с вами, естественно, это сделаем. Будет такая себе некая карьерка и мне кажется, что это получится, ну, достаточно интересно. Ну, еще раз, чуваки, каждого поздравляю с Новым Годом. Всего желаю самого-самого крутого. Просто вот, чтобы сбылось абсолютно все, что вы запланировали на этот год. Огромное, чуваки, спасибо вам за просмотр. Не забывайте подписываться, ставить лайки, нажимать на колокольчик. Все вот эти вот дела. С вами был Русиас. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok